Увадский район Асфальт и бетона, обусловленный ремонтом дорожного полотна. За 2012 год отремонтировано порядка 14 километров автомобильных дорог в населенных фондах района. Продолжается активное строительство. За минувший год введено 19 тысяч квадратных метров жилья. Из них 17 тысяч за счет индивидуальных застройщиков. Начаты работы по строительству школы-садов Стоянки. Окончена вторая очередь газификации микрорайона «Белый яр» в поселке Туртас. Подошло к концу строительство линейной части газораспределяющей станции «Димьянка» межпоселного газопровода «Димьянка-Димьянская». Введена в эксплуатацию новая гостиница биатронного центра. Благодаря федеральной целевой программе «Социальное развитие села» до 2013 года все больше молодых семей получают неоценимую поддержку в получении собственного жилья. В 2012 году сертификаты на строительство и приобретение жилья получили 15 семей Улбатского района. Развернулся на Улбатской земле и целый калейдоскоп спортивных событий. Состояли традиционные старты в рамках чемпионат России по биатлонам. В июле биатлонный центр имени Александра Тихонова принял участников и гостей всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Крупнейшими мероприятиями душевого года стали губернские игры «Тюменские просторы». Зачет 24-х областных летних сельских спортивных игр. За право подняться на пьедестал почета спорили более тысячи участников со всего Тюменского региона. Улбатский район. Один из самых развивающихся муниципальных образований Тюменской области, занимающий лидирующее место в России в сфере экономики и финансов. Это перспективный нефтедобывающий район и один из ведущих центров спортивно-массовой работы. Это крупнейший район в области по запасу лесных ресурсов и самой большой по площади, территория которого сравнима с рядом европейских государств. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и строим перспективные планы. Новый УВАД. Город с населением 50 тысяч человек. Интенсивно застраиваются новые районы и жилые массивы. Преображается центр города. Благоустраиваются парки, скверы, пешеходные бульвары. Достопримечательностью города станет необычайной красоты Дворец культуры. Место проведения мероприятий российского и международного масштабов. Выполненные в форме ракушки Дворец будет вмещать одновременно до 15 тысяч посетителей. Мечта всех жителей УВАДского района воплотится в реальность. Две части УВАДа соединит мост через Иртыш. Его протяженность составит полтора километра. В Новом УВАДе планируется открыть лечебно-диагностический комплекс. Оборудованный самой современной медицинской техникой, комплекс предоставит широкий диапазон услуг от консультации врача до лечения в стационаре. Новый УВАД украсит многоэтажное здание, символизирующее центр города. Высота сооружения составит более 50 метров. На нижних этажах будут располагаться музей современного искусства, интернет-кафе, магазины. На верхних ресторанах высота, обзорная площадка и центр инновационных технологий. Железнодорожная станция Димьянга уже через несколько лет стоит. Одно из крупнейших в полном объеме будет обеспечивать потребности в грузопассажирских перевозках. Интенсивное развитие промышленности на территории Ролина приведет в будущем к необходимости реконструкции Димьянской группы по станциям индустриальных электросетей, в результате чего здесь сформируется крупнейший энергетический узел Западной Сибири. Развитие промышленности, безусловно, приведет и к динамичному развитию социальной сферы, торговли, общественного питания, производства сельскохозяйственной продукции, что позволит людям достойно жить, учиться и работать, иметь стабильную заработную плату и социальное благополучие. А главное, быть уверенными в завтрашнем дне. Наше будущее наступило уже сегодня. Увадский район.